Часть людей демонизирует Путина, часть людей, наоборот, возносит в ранг Бога. Для себя надо понимать, в первую очередь, президент Российской Федерации – это функция. Мы, к сожалению, очень часто и наши люди, мы не можем никак уйти от такой мифологизации персонажа, и реальный человек не имеет никакого отношения к тому, что мы сами себе навыдумываем. На сегодняшний день мы должны, как сограждане, получать качественную услугу по исполнению государственного управления, но, соответственно, каждый из нас видит то, что происходит вокруг. Потому что, безусловно, президент Российской Федерации как государственное лицо несет всю полноту ответственности как генеральный директор, в том числе, да, за неуборку улиц, да, за разбитый фасад, да, за то, как полицейские пытают наших сограждан в отделениях полиции, ну, и несет за все плюсы, которые соответствуют, что если где-то что-то строится, в том числе, есть его часть ответственности за хороший или плохо возведенный детский сад, потому что он назначает и этих людей, поэтому здесь это такая ноша непростая, но сейчас для себя надо понимать, что система управления уже находится над персоналем, и вне зависимости от того, кто сегодня будет стоять у руля государства российского, система управления вышла на собственный рубеж, потому что это иллюзорность, что человек может управлять всем. Вот система таких сдерживаний противовесов в виде, там, кто-то называет это политбюро 2.0, когда есть там 5 кланов, которые кружатся вокруг главного лица и осуществляют какую-то внутреннюю и внешнюю политику, я могу сказать, сейчас ни одно лицо, находящееся даже на самом высшем эшелоне власти, не управляет этой системой. Сейчас система пришла абсолютно в собственное состояние. К сожалению, система прямого управления, она не работает, и работать никогда не будет, поэтому в этом есть ее минус, потому что система сейчас идет по режиму СДД, сожрите друг друга. Поэтому мы увидим в ближайшие годы очень много, в общем, особенно с учетом того, что экономика будет и дальше коллапсировать. Конечно, никаких реальных изменений существующих правителей делать наши феодалы не будут. Мы увидим, в общем, реальные изменения внутри этих элит, потому что уволенные более 200 генералов, которые я вижу, они создают еще один канал напряженности, и люди, которых выводят из власти, они никуда, так скажем, не утилизируются. Соответственно, это люди при очень высоких, скажем так, ниточках управления, но при этом достаточно серьезно обижены. Поэтому количество элит, если брать правильную систему управления, должно быть кратно сокращено. Кратно это 20-30 раз. На сегодняшний день элит излишне много. Может ли сейчас в том числе и наш главнокомандующий гарант сократить эти элиты? Нет, не может, потому что в данном случае он им очень обязан, и сейчас неизвестно, кто кем управляет. Причем это достаточно тяжелый вызов для всех. В первую очередь, конечно, для страны.